здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад вот такая красивая картинка я вам сейчас показываю но это я не в тропиках это я вам показываю обогреватель электрический пленочный называется домашний уют смотрите вот такой уже у многих блогеров видела вот такой обогреватель он с одной стороны с картинкой вот таких вот тропиков посмотрите какой красивый а с другой стороны вот такого вечернего города но я думаю что вы уже видели на других каналах такой обогреватель что мне пригодится этот обогреватель вот такой для того помещения где у меня будет рассада я сейчас скоро рассаду перенесу в свой терем терему как я называю там конечно есть электрический обогреватель но вдруг вдруг будет страшно холодная зима и не знаю буду ли я заносить оттуда в подвал или к себе на веранду все цветы может быть получится так что необходимо будет дополнительный обогрев этот обогреватель напряжение ну от сети обычная мощностью 500 ватт и размеры метр двадцать на пятьсот восемьдесят на 50 миллиметров это толщина вот что что для чего мне еще понадобится для чего я сейчас его достала и расстелила для того чтобы зелень все посушить вот для чего я даже бы не догадывалась пока не увидела у других блогеров то есть он включается в сеть в обыкновенную электрическую сеть моментально нагревается очень быстро и на нем прекрасно люди сушат яблоки сливы там ну что зелень я вот сегодня собрала петрушку и перекапывала грядки собрала весь укроп поэтому сейчас вот сюда постелю пергамент ну просто чтобы не пачкало и не дай бог нельзя его царапать сильно там ну или чтобы не повредить постелю пергамент настелю сейчас укроп и петрушку и посушу электрическая сушилка такая суховей из пяти ярусов у меня полностью забита яблоками поэтому процесс яблоки мяты мелисы еще продолжает сушить и вот расстелила думаю дай-ка и я попробую никогда не думала что вот такая сушилка может посушить мне в общем-то фрукты или овощи кто-то перец сушил я тут видела и хочу сама попробовать значит предназначен для чего такой для обогрева жилых служебных помещений дач гаражей подвалов теплиц может быть тоже для нас будет хорошо и гаражей например у нас подвале в гараже очень глубокий подвал когда страшно холодная зима там тоже иногда на несколько дней включаем вот можно повесить для сушки овощей фруктов вот я невнимательно читал даже вот про этот пункт и не видела фруктов ягод и грибов для сушки влажного белья изготовленного из легких тканей то есть как правило раньше помните всегда говорили что сушить джемпера свитера какие-то блузки нужно не на плечи а на махровом полотенце для того чтобы не деформируйлись вещи вот такой обогреватель как раз может послужить и для этого вот видите сколько можно найти предназначений такому обогревателю в общем-то я рада что у меня появился потом когда я высушу и обязательно к в каком-нибудь видео вам скажу классно ли будет сушить на нем или нет сейчас сама буду пробовать сушить зелень первый раз а сейчас продолжение моего видео зелень то что у меня уже насушена знаете что я сделала я его включила и буквально за 20 минут подсушила зелень потому что зелень моя насущен насушенная для приправы вегетты или вкусной соли по-разному можно назвать ту которую я делаю уже не не первый год в контейнере когда складываешь вроде как все сухие они отмокают поэтому я вот сюда разложила сейчас на 20 минут пока мыло посуду у меня моментально это зелень опять подсушилась и стала такой хрусткой и обязательно нужно именно в таком вот очень сухом состоянии они немножко как бы влажности схватившая поэтому отлично а вот как сушить зелень как она будет долго сохнуть изначально с огорода я потом вам обязательно скажу так что отчитаюсь перед вами потом как служит этот утеплитель и обогреватель муж говорит боится что чтобы я ничего его не проколола он со своей точки зрения а здесь где-то и написано вот видите в избежание возгорания запер запрещается включать обогреватель в электрическую сеть в свернутом виде и оставлять включенным без присмотра то есть даже за такими вещами конечно нельзя так вот знаете включил и оставил и ушел лучше вот растерю зелень и пока я тут шо хворох как говорится и посмотрим что получится ну а сейчас рецепт от меня приправы вегетто оля вегетто или пряная соль вкусная или еще можно там найти 150 наименований прованские травы итальянские травы а у меня мои русские травы с огорода я сегодня буду делать вкусную соль вот по типу такой или типа такой заготовочки итальянские травы или прованские травы но оля по-русски обещала уже рецепт меня уже спрашивали когда когда вы будете делать кстати этот рецепт есть плейлисте заготовки но это заготовочка этой зелени этой вкусной приправы из той оперы что импровизация здесь присутствует наверное каждый год и всегда и никогда не получится одна и та же приправа что нужно было для этого я не все лето но я имею ввиду периодически подсушивала зелень и складывала вот такой контейнер у меня он даже не один что здесь входит сушеный укроп здесь даже вот такой сушеный укроп который начинает немножечко там с плодами это тоже хорошо сушеная морковная ботва прекрасная приправа поверьте мне кто попробовал тут уже знает петрушка базилик и все остальное все что вы любите я не очень люблю кинзу но здесь она тоже присутствует в небольшом количестве любите много кинзы пожалуйста то есть насушили тот букет трав который вы хотите и который вы любите и вот теперь прямо с палочками видите я сушу вот с такими палочками но лучше можно можно это все сложить таз и перетереть руками и чтобы вот эти все палочки отделились вот зелени вот эта зелень должна быть очень сухой вот прям видите до хрусткости если у вас она полежала и такая становится мягковатая просушите снова совсем немножко чтобы появилась эта хрусткость я пользуюсь вот таким вот своим гаджетом измельчителем и буду измельчать именно в нем конечно ему работать достаточно так нелегко но я понемножку не тороплюсь и понемножку вот так насыпаю зелени сюда и измельчаю ее вот так измельчила зелень сидит рядом фунтик и чихает на кухне у меня потому что действительно у меня даже нос нос прямо заложила но запах неимоверный сильный очень аромат всеми специями представьте какая здесь концентрация дальше я показываю вам этапы вот в таком состоянии она мне не нравится поэтому я беру вот такой вот старенький свой друшлаг но в нем большие дырочки вот что мне нравится и просто просеиваю поверьте мне делается это очень легко посмотрите на выходе получается какая зелень вот такой вот как ну можно сказать как порошок почему делаю именно так вот например у нас дети внуки не любят когда в супе или где-то есть зелень у нас темочка сразу всю зелень даже вот не знаю хоть процеживай и поэтому а это он не замечает при добавлении в суп к любым овощам в любые маринады никогда это зелень не горит там на гриле или где-то на сковородке просто маринад напитывается всеми полезностями и вкусностями и остается ну спокойно можно делать любые процедуры вот так вот надо было то конечно снять но я вам показываю и вот так вот я просеиваю просто это очень очень быстро дальше все вот эти веточки которые остаются видите как быстро сеется вот видно моментально все просеивается единственное что аромат но закладывает вот эти все веточки крупные которые остаются конечно же их не выбрасываем их можно использовать вот это все остается их можно использовать но так называемый букет гарни то есть при приготовлении блюд каких-то холодец или еще каких-то бульонов да даже в суп можно их положить в какой-то мешочек ну марлечка обычная марлечка завязать и опустить в кипящий бульон бульон напитается всеми тоже вкусностями вашей приправы и потом просто выкинуть поэтому отдельно веточки все складываю отдельно и очень здорово их используем ну вот такая процедура ну и так прошло совершенно немного времени уверяю вас посмотрите какая достаточно большая миска сколько я здесь приготовила вот этой вот пряной ароматной зелени у самой нос щекочет невозможно как содержать такую зелень конечно же должна быть плотно закрытая банка вот только что фикс прайсе купила замечательные две такие банки они 0 7 литра великолепные красивые по дизайну мне подходит зелененькая окантовочка и вот в этих я специально я их только увидела думаю точно для моей пряной зелени теперь что можно из нее сделать все таки чтобы она получилась у нас или вкусной солью или прованскими травами для этого можно сюда добавить ну распределить на разные части можно сделать разную приправу можно добавить соль обычную соль только крупную или каменную не экстру и тогда у вас будет именно пряная соль но уже вы должны знать что при добавлении в пищу вы должны солить ее значительно меньше также сюда можно добавить те пряности которые ну не растут у нас на огороде или растут вы можете тоже их сделать отдельно кое-что вот перец чили можно ведь кто-то сушит острые перчики пожалуйста размельчите точно так же как я вам показал и добавьте сюда можно добавить кориандр в виде зернышек вот у меня здесь молотый кориандр я не очень люблю молотый кориандр использовать у меня свой кориандр вот эти вот шишечки свой кориандр вот такой если я что-то готовлю но мы его не очень любят мои родные поэтому я его немного добавляю всегда вот в таком состоянии молотого могу сюда добавить это кумин но у меня молотый можете тоже перемолоть любые хмели-сунели там какие-то грузинские травы пожалуйста то есть дальше компоновать вы можете так как вы любите и так как вы хотите вот я кое-что сейчас сюда добавлю размешаю и сделаю одну баночку соли знаете для чего она мне нужна именно как соль когда я делаю в духовке сухарики из черного хлеба на ломтики режу сбрызгиваю водичкой и посыпаю вот этой вкусной солью и получается очень ароматные сухарики сюда же можно добавить и обязательно добавлю сушеный чеснок он сейчас продается вот в таком виде он вот такой вот сушеный чеснок и вот тоже если сухарики посыпать вот этой яркой сочной солью зеленый такой плюс еще чеснок сюда добавить вот то и получится те сухарики которые мы покупаем в магазине представьте сколько у меня получится вот этой приправы в магазине одна баночка стоит там не знаю на 150 рублей такая штучка а у нас сущие копейки вот если не добавлять соль оставить вот в таком первозданном виде вот и получается у нас русские травы вот такая у меня заготовочка очень все легко импровизируйте сушите травки еще не поздно еще и петрушка есть и укроп есть и кинза есть в огороде ему и еще ботва моркови кто-то ее не убрал и не выкинул поэтому пожалуйста может быть вы сами придумайте только свой вам присущий вот такой рецептик и поделитесь со мной я не очень люблю сельдерей поэтому меня сельдерея нет но если его добавить сушеном виде сельдерей приправы еще будет аромат не тот кто это любит точно так же как и кинза вот не едят у меня не кинза ничего также можно сюда добавить я еще не договорила базилик или зеленый или там фиолетовый базилик любой отлично подойдет сюда мята сушеная которая придаст свежесть всей этой приправки ну а дальше как используем мариную мясо и естественно посыпаю вот этой вот или солью с чесноком или просто травками очень они мелкие поэтому если вы будете делать шашлык у вас ничего не пригорит но при этом аромат трав останется запекаю овощи в духовке опять же все овощи посыпали очень мелкая фракция никто не видит что там есть травы прекрасно суп когда он приготовился и мы его выключили только на том этапе я в этот суп сверху добавляю зелень она настолько мелкая ну как соль да тогда никто ее не замечает и не говорит что что здесь плавает потому что многие не любят зелень в супе хотя у меня есть и замороженные петрушка и укроп и лук я их тоже использую но когда внуки используют только такую травку делаете вы например макароны с каким-то мясом или просто сыром и тот кто любит чуть-чуть совсем посыпьте макароны совершенно другой аромат совершенно другой вкус ну что еще придумать печете хлеб добавьте чайную ложечку этой зелени аромат хлеба будет своеобразным и пользы тоже ну а дальше придумывайте сами спасибо всем за внимание вы были на канале у светланы ладисад